Привет-привет, ты на канале Малышерин ТВ. Сегодня мы поиграем в маленького детектива и посмотрим, какие приключения нас сегодня ждут. У-у-у, что это за дядя тут такой? Это что, статуя? Итак, эта детективная история начинается с странного и жуткого места, когда шел сильный дождь и гремел гром. Какой-то странный городок. Кажется, я не хочу сюда идти. Это что за подозрительный дядя с чемоданом? Он еще и в шляпе, и глаз-то не видно. Пиши скорее в комментариях, что выбрать. Жутко или нормально? Жутко или нормально? Скорей пиши. Интересно, куда он отправился в эту дождливую ночь? Пиши свои предположения. Может быть, он главный злодей этой истории? Куда он пошел? Посмотрим, что он хочет делать. Ну-ка, 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 сейчас разберемся. Эй, дядя, там нельзя ходить. Там опасно. У него лодка тут стоит. Ну, давай посмотрим, куда же он поехал. Дядя, 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 лучше не ездить в такую погоду на лодке. Это опасненько, ты можешь утонуть. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, сколько птиц. Что-то очень-очень подозрительное происходит в этом городе. Наверное, надо сделать, чтобы они были все в одну линию. Сейчас попробуем. Так. Отлично, смотри, мы нажали эту кнопку. И что же сейчас у нас произойдет? Сейчас посмотрим, что же открывает эта кнопка. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, кажется, с речкой что-то не так. Это что за фантастическая труба? Может быть, под озером находится настоящее логово злодея? Или, может быть, может быть, может быть, это Бэтмен? Но помните, у него тоже были подводные ходы? Ёшкин кот, вы только посмотрите, кто бы мог подумать. О, так это еще и лифт. Ха-ха-ха. Это очень странно. Я никогда бы не подумала, что такое вообще реально может быть. А кто это у нас тут сладенько спит? Давайте-ка посмотрим, кто тут так уснул. Ой, это ж дяденька, он что-то работал, работал и с носками в обнимку уснул. Дядь, просыпайся. Это может быть мой папа? Ой, что, кто? Ой, я, похоже, задремал. Пожалуй, неплохо бы взбодриться чаем. Что скажешь, Руфус? Руфус, Руфус, да, пей ты свой чай. Я лучше посплю. Да, совершенно верно. Лучше вернуться к работе. Книга сама себя не напишет. Может, стоит сначала чего-нибудь попроще? К прологу вернемся чуть позже. А-а-а, это он книгу пишет. А я-то думаю, что за история тут произошла. Ага, это писатель, который пишет детективные истории про Дженни Леклю, которая живет в маленьком миленьком городке Артуроне, который, оказывается, был ничем не примечательный и не запоминающийся, кроме Дженни Леклю. Это личная девчонка. Она величайший детектив в мире. Так, а это что за звонок? Кто же позвонил писателю? Он, видимо, чем-то недоволен и не согласен. Ага, все понятно. Ему сказали, что его истории скучные и неинтересные. И они требуют от него убийства? Какой кошмар! Какого же убийства они от него требуют? Что же сейчас будет? Интересно, что придет в голову этому профессору? Вернее, этому писателю книги. Посмотрим. Хотите убийства? Вы его получите. А-а-а! Что же, что же, что же? Кажется, сейчас мы узнаем, что написал этот дядечка. Обычный день. Очередной идеальный день в Артур Тонне. Однако сегодня в ней все было иначе. И ничто уже не будет так, как раньше. Начать с того, что Дженни Леклю была мертва. Кошмар! Это же наш главный герой! Это же наш супер детектив! Что значит мертва? Посмотрите на нее, бедняжка! Кошмар! Да как же так? Это же наш любимый детектив! Почему так произошло? Нет, смотрите, смотрите! Нет-нет-нет-нет-нет! Никогда не двигайтесь в жертву! Миссис Леклю, она опять за свое? Хм... Дженни Леклю, ты мертвое тело. Мертвые тела не болтают. Хм-хм... А вот и мамочка. Так, отлично. А, она просто играет, чтобы эти дяденьки научились, научились расследовать дела. Так, а вот и наше первое дело. Давайте посмотрим, поищем улики в этом деле. Смотрите, у нас есть тело. Это что это такое у нас? Так, это не улика, это ее. Ага! А это у нас что такое? Жаль, отличный был кофе. Так, это какая-то первая улика. Ой, это уже две улики. Так, давай еще посмотрим, а здесь что у нас? Почему здесь дырявые? Потерявые. Ладно, посмотрим. А это у нас что такое? Да, жертва точно потеряла много крови. Сейчас посмотрим, что у нас тут еще есть. А, грязные ботинки. И большие. Вот так новости. Почему ей одели грязные ботинки? Пол влажный и скользкий, но также безупречно чистый. Хм. Очень странно. Что здесь еще есть? Сейчас поищем. Сейчас мы найдем все улики в этом деле. Ага, на губах какая-то зеленая слизь. Что же это такое зеленое пятно? Это не помада? Конечно, помады зеленой не бывает. Так, а на руках что? На руках ничего. О, еще одна дыра. Нет, все нормально. А че? Че? И что же? Что же сейчас будет? Давай разберемся в этом деле. У нас есть очки, мокрый пол, ботинки, свитер и лужа крови. На жертве огромные грязные ботинки. Хм. Как знать, что жертва не подскользнулась? Потому что ботинки были грязные. И? 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 Конечно же, ботинки должны были оставить следы на полу. Но где же следы? Их нет. Хм. Так, давайте посмотрим, что еще тут может быть. Здесь был точно кто-то еще. Но кто же это был? Дело раскрыто. Здесь точно был кто-то еще. Что же произошло? На самом деле, пол мокрый вымыт до скрипа. На нем не пятнышко. Сейчас подумаем, что же может быть. Ага. Давай. Меня смущает кружка крови. И рот зеленой штуковиной. Интересно, что же там это такое? Конечно же, кофе смертельный, но вкусный. Пахнет горелыми спичками. На дне кофейной кружки жертвы зеленый осадок. Он пахнет горелыми спичками. Это же фосфор! Какой-то, который тоже содержится в обычных садовых удобрениях. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Те же зеленые пятна на губах жертвы. Ее кофе был отравлен удобрением. Кто-то явно желал ее смерти. Отлично! Мы дальше раскрыли это дело. Это дело мертвого лаборанта. Такая ранняя смерть. Это был яд. Да. Удар по голове? Да. Несчастный случай точно нет. Никаких отпечатков. И кружка целая. Ее убили в другом месте и принесли сюда. Это история брошенного любовника. Дженни. Садовник, вершающий свою месть. Дженни. Смертельная смесь удобрения и кофе, кипящая в венах. Вполне достаточно. Спасибо, сказала мама. Но что же все-таки будет правильным ответом? Давай-ка поищем подарок, который мама оставила для меня. Так, посмотрим. Ога. Вон что-то блестит. И что же там такое? Это же отличный новый дневник. Мамочка, спасибо, что ты мне его подарила. Как он вкусно пахнет кожей и запах тайн. Так, итак, наш детектив должен отыскать СССР и помочь маме. И потом выбраться отсюда. Так, 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 поищем. Что здесь у нас? Посмотрим-ка мы в этой баночке. Потерянные документы. Нам нужно найти потерянные документы. Отлично. Пошли искать. О, осмотрим-ка скелетик. Так, что там, ой, что там интересно скелетик в себе несет? Ничегошеньки. Хорошо выглядишь сегодня это. Новая диета? Да-да-да, новая диета. Хм, ну ладно, пойду дальше искать. Интересно, где же эти документы? Куда они могли деться? Так, велитые киды. Где мы здесь? Что-то, в общем-то, не особо интересно. Здесь ничегошеньки подозрительного нет. О, я, кажется, что-то увидела. Подождите, подождите. Давай еще раз осмотрим доску. Смотрите, там что-то было внизу. Ух тыж, ух тыж. Я что-то нашла. Давай-ка посмотрим лупой. И что это такое? Это же нужно нам СССР. Отлично, мы нашли эта курсовая работа. Сразу понятно по ужасному почерку и ошибочным выводам. Мама, наверное, оставила их за доской. Так, сейчас посмотрим, что еще тут есть. Это не СССР было. Так, так, посмотрим. Ага, посмотрим-ка мы вниз. Пожалуйста, не трогайте. Хм, наверное, что-то проводит эксперимент. Посмотрим, что же там такое. Фу, что за мерзость? Вы только посмотрите, ребята. Это что же за гадость какая-то? Вы когда-нибудь смотрели вообще в микроскоп? Вам попадалось такие штуки? Скоро у него вырастут щупальца, да. Кажется, это что-то очень странное и мерзкое. Посмотрим, может быть, еще что-нибудь есть. Ничегошеньки пока не видно. Пойдем дальше. Эй! Так, 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 так. А как мне выбраться отсюда, если... Если я... Если я ничего не вижу? Очень странная игра. Почему моя Дженни не может... Давай-ка подвинем немножечко и посмотрим. Вот же они! Точно! Не просто так здесь лежала курсовая работа. Нашла! Пора уходить отсюда, наконец-то! Фух! Сложная была работеночка! Мамочке не так просто помогать. Ладно, пойдем выходить. Уйти или остаться? Пиши скорее в комментариях. И подписывайся на канал, чтобы узнать, что же будет в следующем видео. Сложная была работа.